Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас битва замков, и сегодня мы будем заниматься достаточно необычным делом. Чаще всего мы привыкли выбивать Вальтора в какой-либо донатной акции, а сейчас мы его будем просто забирать, даже не забирать, а осуществлять обмен за осколки. За что, кстати, хотелось бы отослать благодарочку моему подписчику, игроку под неком Кеалмаз, 235 тысяч сил, и благодаря нему, и благодаря тому, что он предоставил свой аккаунт, мы можем посмотреть на все это действие. Тем временем, игрок находится в гильдии Таркс, в гильдии Таркс ходит на пятого босса в 20.30, а на третьего 21.00, прием в гильдию осуществляется от 180 тысяч силы, за недобор очков на битве гильдии исключения, и минималочка 2.400, так что, если что, господа, вступаем. Я уже слышу, как вы долбите по клавиатуре и кричите о том, что в моё видео Баян Рылёв уже давно забрал за осколки своего Вальтора и так далее, и всё прочее. Ну, ребятки, ну что делать, я так понял, сейчас какой-то период такой, что все разом накопили эти осколки и забрали своих Вальторов. Ну вот, все, кто забрал Вальторов, поздравляю, ребятки, с новым героем. Может быть, там как-то определённо эти осколки давались, что у всех всё одновременно происходит. Короче, хрен его знает. Ну что же, господа, погнали, давайте вообще посмотрим на всё это дело. Я вам расскажу, в какой ценник данный Вальтор встал и сколько времени понадобилось, чтобы накопить эти осколки. Причём обратите внимание на то, что, как эта книжечка выделяется, да, когда, оказывается, герой накопился за осколки, тут уже такая, видите, вам такая кругляшок показывает, чувачок, посмотри, у тебя там сюрпризик, ты можешь обменять за осколочкой. У меня, кстати, на аккаунте вообще осколков, если честно, кот наплакал. Но я и сам ленивая жопа, так как даже когда эти осколки вроде давались бесплатно, если я не ошибаюсь, я их просто тупо ленился в акциях забирать. Ну, может быть, если бы, конечно, осколки Вальтора давали бесплатно, да, я бы не поленился бы забрать. Надо, кстати, будет зайти на мой аккаунт и посмотреть, что там с осколками. Ну вот, господа, ну что у нас тут, 7 осколков Медузы. Да, тут тоже осколков не густо, на самом деле, вот осколки Арктики много. И много черепа. Везде по чуть-чуть, везде по чуть-чуть. А, 163 осколка Ареса. Так, неинтересно. Миноса ни одного осколка. Это при том, что человек как бы под эти осколки донатил, как я понял. Ладно, давайте расскажу, во сколько обошелся Вальтор. И сколько времени все это дело заняло. Чтобы собрать за осколки Вальтора, игроку понадобилось задонатить, пришлось задонатить 10 паков по 3 300, если я не ошибаюсь. Они так стоят. То есть, по сути, он за данного Вальтора, которого мы сейчас заберем, отдал 33 тысячи рублей. Вот, и что же, что же, что же, это все заняло около 2-3 месяцев. Он уже точно не помнит, когда начал копить. Ну, а сейчас мы данного Вальтора заберем и вообще поговорим на эту тему. Выгодно ли Вальтора брать именно с яиц или, допустим, лучше его как-то поднакапливать с осколков. Ну, давайте погнали. Смотрите, ну, достаточно интересная штука. Как бы обычно ты с почты Вальторов забираешь, а тут фигак и забрал. И обратите внимание, а, я думал, все, типа, забрал Вальтора, иди нахрен, короче, и больше не можешь собирать на него осколки. Нет, он просто откатился назад, и тут три осколочка есть. Может быть, когда-нибудь накопится второй Вальтор. Ладненько, теперь куда мы переходим? На склад, наверное, да? Опа, у нас тут появился герой. Так, вот наш Вальторчик. Убеждаемся в том, что в Валторе есть свободные места. Вы, господа, готовьтесь к длиннющему видосику. Сейчас ночь. Я снова буду очень много тупить и тормозить. Так, оп, яички забрали. Заходим сюда. Вот у нас есть как раз-таки одно свободное место для этого Вальтора. Ну, давай откроем, посмотрим, с каким он талантом родился. Ваши подарки. Посмотрите, сколько здесь этих карт. Ух ты, ёлки-палки. Так, ставьте лайк, если хотите, чтобы увидеть, как я буду эти карты открывать. Ухо-хо-хо-хо. Ну что, открываем? А, нет, это мы не открываем. Где у нас Вальтор? Вот он, я уже всё, я тут запутался. Всё, come to me, my climbing friend. Так, Вальторчик пришёл на данный аккаунт. Ну что, поздравляю данного игрока с появлением Вальтора на его аккаунте. Поистину легендарного героя. Так, идём в конец, да? Вот он, Вальторчик со смертельным ударом 5.8. Вы посмотрите, как он родился. Какой талант мы будем для него искать? Это бастион. Это не мой выбор, это выбор хозяина. На самом деле, я бы и на своего Вальтора хотел бастион. Но очень много споров по поводу того, какой талант Вальтору лучше ставить. Реанимацию, бог войны или бастион. Ну, реанимацию стоит ставить тогда, когда у вас реанимация не собрана рунами. Вот. А касаемо бога войны и бастиона, тут, конечно, можно поспорить. Всё-таки Вальтор в первую очередь с демагер. И логичнее на него было бы поставить именно бога войны. Но многие используют Вальтора на защите. И потому бастион для него такой более-менее компромиссный вариант. А на защите, я имею в виду, это битва гильдий. Ну и вообще прикольно, если у Вальторчика будет чутка больше здоровья. Так что это, знаете, что лучше, Мерседес или Ауди. Об этом можно спорить просто до бесконечности. Игрок хочет получить бастион. Мы этот бастион будем выбивать. Так что погнали. У нас, кстати, знаете, что есть? У нас есть вот такая вот сундук. Вот такая вот сундук. Давайте откроем и будем надеяться, что оттуда сразу выпадет бастион. И наше видео станет очень коротким. И оно набьёт больше просмотров, потому что удержания аудитории будет больше. И вообще будет всё шикарно. И нам падает замедление. И я больше чем уверен, что нам придётся данное замедление ставить на какого-то доп героя. Ну, смотрите, как для Архидемона. Классно, друид. Друиду всё подобрали. И здесь для Архидемона. Так, я понимаю, что здесь, наверное, нету смысла искать какого-то допа с четвёркой. Я ведь правильно понимаю? Подожди, дракокакас, бастион четвёртый. Ну, блин, бастион, ладно, пускай остаётся. Можно, в принципе, этому додику поменять. Ну, давайте. Бастион, приди. Дремка 2.5. Ракушка, лезвие. Надо гарнизон тогда тоже что-ли проверить. А, смотрите, четвёрки есть. То есть пятёрки оставляем. Нормально сменить. Ещё раз, вы пока что пишите в комментариях, как вы считаете, как лучше Вальтора ролить за... Так, огненная защита. А что у него с хранителем? Потому что огненную защиту можно поставить на хранителя. На хранители 4.5. Давайте-ка я ему напишу и спрошу. Может быть, он хочет поменять. Короче, ребята, данный игрок будет уже тестить огненную защиту на хранителе. Так что меняем. С позволения хозяина. Ну что, погнали дальше. Бастион, приди. Не будь сучкой. Так, Бастион, приди. Приди, Бастион. Бастион, приди. Бастион, ракушка, лезвие. Ну вот это... Слушайте, ну пятёрки падают. Это... Это... Это, знаете, это хороший знак, друзья. Хороший знак. Давай дальше. Давай дальше. Давай дальше. Изначально игрок хотел бог войны так же. То есть была задача такая, типа... Или бог войны, или Бастион. Но потом со временем уже в течение дня передумал и сказал, что давай-ка лови Бастион. И всё. Никаких альтернатив именно Бастион. Ничего другого. То есть, я говорю, вот я вышел на работу, он мне как раз написал, типа, вот такая вот тема. Короче. Лови бог войны, или Бастион. Пока я работал и доехал до дома, он уже всё. Он решил, бог войны не нужен, давай-ка только Бастион. Вот так вот. В течение дня, как всё меняется. Идём дальше. Ну, блин, чё первый Бастион? А вы знаете, самый прикол, что за 150 тысяч может и не выпасть. Я бы тут не рисковал бы, если бы выпал бог войны. Наверное, бы ему всё понял. Так. Идём дальше. Идём дальше. Идём дальше. Ну, почему только второй Бастион падает? Ремка четвёртая. Хм. Слушайте, на первое время давайте Вольтору поставим эту ремку. Хотя подальше, может, ему ещё кому-то надо. Может, там всё грустно у кого-то. Может быть, там ещё не везёт кому-то. Так, ну, тыкве не надо. Воль, 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 Вольтору хотел, Вольтором я хотел назвать Минотавра. Так, здесь всё хорошо, здесь всё хорошо, здесь всё хорошо. Здесь окей, 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 слушайте, всё окей. Посмотрите, как для Архидемона прокачаны герои. То есть не прокачаны, а у всех стоит смертельный удар. Красавчик вообще. Надо посмотреть, какое место он на Архидемоне последним занял. Так, посмотрите, какой красивый здесь этот одержимый. Так, здесь всё хорошо. Оживление прокачано на 7.8 у Трианта. Трэш. Охренеть. Нафига. Ладно, ну, короче. Не, ну, тоже прикольно. Он родится такой, и у него много здоровья. Ну, я не знаю, но хрен его знает, короче. Ну, может, зачем-то надо, я думаю, что я бы, конечно, поставил бы ремку четвёртую ему лучше. Но можно рунами с это собрать. Уже при таком раскладе можно и рунами держать четвёртую ремку на Трианте. Но, блин, пятая ремка на Трианте вообще шикарна. Так, здесь не надо, здесь не надо. Ну, коррозия. Коррозия. Коррозия, слушай. На Атланте ремку бы тоже хотя бы четвёртую. Ребзи, на этом аккаунте ещё обнаружилась Леди Лео. Грустная, потому давайте поставим ей. Ну, по крайней мере, будет лучше, чем допу. Так, погнали дальше. Бастион, приди. Бастион, приди. Так, так. Вообще, выбивать за осколки Вальтуру, Вальтура достаточно интересное занятие. Ох, не на защиту, ещё одна. Ну, сейчас, наверное, уже точно допу. Так, достаточно интересное занятие. Даже несколько интересно, оно такое полезное, что ли. Просто фишка заключается в чём? Ты знаешь, что ты за Вальтура не переплатишь. В принципе, 33 тысячи рублей – это, ну, такая золотая середина, наверное, по сумме выбивания Вальтура. Вот. И может быть, конечно, меньше, что маловероятно, но может быть и намного больше. И если ты намерен выбивать того же Вальтура за осколки, то, по крайней мере, ты знаешь, что ты не заплачешь за всё это дело 70 тысяч рублей. Или, там, 50 или 40, ты знаешь, что стабильно к тебе придёт Вальтура, а нам стабильно пришёл бог войны, который мы сейчас на Вальтура ставить не будем, а поставим на кого-нибудь другого. Так, допустим, он говорил мне про фею, он мне говорил про Деда Мороза. Дед Мороз, я не знаю, зачем ему нужен при таком обилии героев. Наверное, тогда поставим на фею. Но также я тут отметил, что у него малышник с просвещением. Может быть, малышу Нику. Вот. Ну, хрен его знает, хрен его знает. Как бы, ну, сказал на фею, давай поставлю на фею. Так, погнали. Ну, тем более, здесь фея уже давно, видать, ждала этот талант. И она прокачана, как бы, бог войны ей начнёт помогать сразу. Так, дай нам огненную защиту. Блин, не огненную защиту, Бастион. Хей, хоп, ла-ла-лай. Оп-оп-оп. Сашка попросил. Сашке пришёл Бастион. И, в принципе, за достаточно маленькую сумму на всё про всё мы потратили 20 тысяч самоцветов. И мы выбили как минимум два топовых таланта. Это Бастион и бог войны, господа. Ну, вот, я уже молчу про огненную защиту для хранителя. Это вам тоже ни хухры, ни мухры. Но просто чётко, слушайте. Тут ещё, как бы, много талантов, кому можно поролить. Да. Так, где наш Вальтор? Вальтор, Вальтор Джан, Вальтор Джан. Оп-оп-оп. Всё, смертельный удар уйди. Бастион, приди. Ещё раз поздравляю, ещё раз поздравляю хозяина данного аккаунта, что, в принципе, он ещё мало того, что Вальтора получил за достаточно небольшие деньги. Не бомбите, да? Просто я видел, когда Вальторы за 80 тысяч рублей получались. Вот. А во-вторых, ещё из-за маленького количества самоцветов выбил для него желанный талант. Вот так вот, друзья. Иногда везёт, иногда не везёт. С этим, конечно, я всем поздравляю. Я не успел закончить свою мысль о том, что, выбивая за осколки, вы, как бы, гарантированно, примерно, знаете, что вы до хрена не заплатите. Гарантированно, знаете, что вы там отдадите около 30 тысяч рублей, а не 70. Это, наверное, самый главный плюс. Да, вот. Таким образом выбивать за осколки Вальторов. Но есть, конечно, определённый минус, в особенности для нетерпеливых людей, которые, блин, хочется сейчас сразу, вот, пойду в яйца. Или, знаешь, есть категория людей, которая верит в то, что Вальтор упадёт за 10-20 тысяч рублей, а в конечном итоге фигачивает 50 тысяч рублей, а могла те же деньги там спокойненько фигачить и через осколки. Вот. Но я, наверное, вот к такому азартному более типу людей отношусь, которые не будут собирать осколки, которые там не будут ничего ждать. Это, прикиньте, 2-3 месяца ждать ещё приходится. Это ж какой ужас для меня был бы, если бы я загорелся Вальтором и мне ещё ждать так долго. Вот так вот, ребятки. Тут каждый уже выбирает сам для себя более приемлемые и подходящие пути. Но я бы вам посоветовал бы Вальторов, конечно, выбивать за осколки. Потому что бывало не раз. Видел, как там большие суммы денег на всё это тратилось. Я что могу вам сказать? Большое спасибо за ваш просмотр. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Не забываем ставить лайки и подписываться. Всем пока, друзья! Блин, ёлки-палки, я ему так дёшево бастион выбил. Дайте я хоть ему героев по ролю покайфую немножко. А-а-а, герои! Ну хоть чуть-чуть Самоцветов потрачу, а то ж не поверит. Рыцель падает. Ну что это? Что это? Дай героев, ещё дай героев. Дай! Дай! Дай героев.